Ораторское искусство, умение говорить на любую тему, отстаивать свою позицию – это лишь то немногое, чему могут научить дебаты. Академия школьных дебатов уже давно стала событием для сотен школьников не только Щелковского района, но и различных регионов страны, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Многие из этих ребят приезжают дебатировать в лагерь юноармеец далеко не в первый раз, но, конечно, среди них есть и новички. Егор впервые на форуме юноша признается, пока испытывает волнение. Когда я узнала про дебаты, мне сказали, что я еду, мне было страшно, я очень сильно нервничала, потому что я не знала, что делать, как рассказывать. Но очень хотелось это попробовать, узнать, как правильно вважать свою основную мысль. С каждым годом Академия школьных дебатов привлекает все больше и больше участников, на этот раз их порядка 250. В актовом зале лагеря в день открытия форума нет свободных мест. Самое главное, мы видели, как ребята умеют с материалом работать, умеют дебатировать. Сегодня мир открыт, сегодня мир непростой, сегодня надо именно в мирных спорах выяснять истину. Я искренне вам желаю поучаствовать в этих дебатах с полной отдачей, действительно взять самое полезное. Пусть победит сильнейший, добрый путь. Очень рады вас приветствовать. И уже по традиции осенний форум проходит в международном формате. Дебат-лагерь разделился на два легиона – русско- и англоязычный. В течение нескольких дней ребята будут дебатировать в командах на двух языках под руководством наставников, судей. На форум приехали эксперты международного уровня из России, Великобритании, Польши, Катары и других стран. Важно отметить, шестой форум показывает увеличение количества школьников из России, выступающих в англоязычной лиге, в том числе ребят из Щелковского района. До этого было порядка трех ребят из гимназии, а в этот раз от района практически 20 человек из нескольких школ. К нам сюда приезжают бесплатно, ради идеи, одни из лучших спикеров мира. Люди занимаются дебатами за идею, они видят, какая польза для ребят, они понимают, насколько это востребовано в мире. Шестой форум, изюминка заключается в том, что мы, если раньше все-таки проводили более параллельные такие лиги, русскоязычный проект, англоязычный проект, то сейчас немножко обособили участников русскоязычного дивизиона и англоязычного дивизиона. Весьма актуальная и выбранная тематическая область дебатов на этот раз – это демократия и общество. Открытие форума и по традиции показательная игра от экспертов, судей. Здесь школьники могут подчеркнуть для себя, что это полезное. И впереди несколько дней тренингов, игр, общения, обогащения знаниями. И, как всегда, самые лучшие команды будут определены в финале. Так называемый час-икс. Анна Балиет, Валерий Жеглей, телерадиокомпания, Щелково.